Темный, мрачный и настолько реалистичный, насколько это возможно, Джокер дает мифам Бэтмена целый ряд обновлений, которые заставляют зрителей погрузиться в мир Готэма. И новый фильм сделал это лучше, чем остальные фильмы про Бэтмена. Образ Артура Флека в исполнении Хоакина Феникса намного больше подходит клоуну-принцу преступного мира, чем остальные итерации персонажа на большом экране. Каждому знакомо погружение в романтическую фантазию о тех, кто не отвечает взаимностью, и каково это фантазировать о мировой славе и о том, что тебя считают особенным. И неужели у вас никогда не закрадывались агрессивные мысли в эти мечты? Через Артура создатели фильма дают нам то, чего мы не испытывали с другими Джокерами – понимание того, почему он становится и остается Джокером. Джокер Сезаро Ромеро из ТВ-сериала 60-х годов был, как и остальные антагонисты этого сериала, просто обманщиком, работающим в определенной тематике. История происхождения Джокера Хита Леджера так и осталась загадкой в Темном рыцаре, а его мотивы меняются на протяжении всего фильма. Мы знакомимся с Джеком Найпиром до того, как он станет Джокером в Бэтмене 89-го года, но персонаж от этого более привлекательным не становится – он изначально был убийцей и козлом. Очевидно, что Кристофер Нолан и Тим Бертон имели разные приоритеты при создании своих фильмов, да и Тодд Филлипс тоже. Но как научили нас злодеи киновселенной Марвел, такие как Локи Тома Хитлстона и Танос Джорджа Бролина, чем больше мы понимаем суперзлодея, тем больше мы наслаждаемся его присутствием в фильме. Мы ненадолго встречаем семью Уэйнов в Джокере. Томас Уэйн баллотируется на пост мэра, Артур Флек получает возможность встретиться со своим будущим врагом, пока еще юным Брюсом Уэйном, и мы даже ненадолго видим их дворецкого Альфреда. Особенно интересно то, что Томас Уэйн в новом фильме показан совсем не белым и пушистым, каким его помнит Брюс в остальных фильмах. – Это просто шага тебе? Эта версия Томаса Уэйна высокомерна, пренебрежительна, оскорбительна и даже жестока по отношению к Артуру Флеку. Именно поэтому она и воспринимается подлинной, особенно в сравнении с другими воплощениями. Например, версия Лайнаса Роуча в Бэтмене Начало кажется настолько безупречной, что она чуть ли не мультяшная. Он бескорыстно старается ради Готэма, дает своему сыну мудрые советы и даже, умирая, не беспокоится ни о чем, кроме благополучия Брюса. Справедливости ради скажем, что память Брюса Уэйна о своем отце может быть искажена в положительную сторону, но когда мы видим глубокого персонажа с изъянами, он перестаёт быть безликим призраком, вписанным лишь для мотивации Брюса стать Бэтменом. У Джокера всегда были последователи. Обычно это профессиональные преступники, как в Бэтмене 1989 года и в Темном рыцаре 2008-го, но в Джокере Артур Флек никого не нанимает, по крайней мере, ненарочно. Новость о том, что он убил трех человек в метро вдохновляет обедневших и бессильных жителей Готэма, в глазах которых он стал символом сопротивления. Протестующие носят маски клоуна как символ, а к концу фильма его последователи спасают его от полиции и поклоняются ему как новорожденному богу. Протестующие клоуны Готэма – не безрассудные одноразовые приспешники из других фильмов. Именно поэтому более правдоподобно воспринимается то, почему они считают Джокера своим лидером. Они чувствуют себя преданными и забытыми Готэмом, и считают, что Джокер их поддерживает. И в мотивации этих последователей гораздо больше смысла, чем у бывших заключенных, которые говорят, «Конечно я оденусь как клоун ради парня, который может убить меня просто по приколу» Готэм-Сити Джокера скорее похож на реальный город, в отличие от других его воплощений на большом экране. Готэм Бэтмена 89-го года и его продолжение 92-го года был впечатляющим готическим кошмаром. Версия Джоэля Шумахера в Бэтмене навсегда 95-го года и ненавистный всеми фильм 97-го года Бэтмен и Робин добавили городу абсурдно яркие цвета, сделав его вообще похожим на мультик. Тёмный Готэм обычно является антиподом светлого метрополиса, но в Джокере показан Нью-Йорк, просто назван по-другому. Трилогия Кристофера Нолана показала достаточно реальный Готэм, особенно в сравнении с фильмами Бёртона и Шумахера, но Джокер довёл образ города до идеала. Всех Джокеров объединяет как минимум одна деталь – это склонность к насилию. Джокер Бэтмена 89-го года убивает невероятными мультяшными способами. Легко смеяться над тем, как он убивает током босса конкурирующей мафии и отравляет население Готэма, заставляя их умирать с такой же улыбкой на лице, как и у него. Поэтому это не воспринимается реальным. – Но с Джокер Бэтмена я получил еще раз и раз. В некоторых случаях, например, когда он отравляет газом целый музей, полный меценатов и служащих, мы даже не понимаем, убил он кого-то из них или же просто оставил без сознания. Да это особо и не важно. Джокер Хита Леджера в Тёмном рыцаре, безусловно, менее карикатурен, чем образ Николсона, но во многих отношениях его насилие не кажется реальным. Да, игра Леджера тонкая и пугающая, но ситуации, в которых он оказывается, напоминают фильмы Майкла Бэя сильнее, чем следовало бы. Например, когда он стреляет в полицейских из базуки, сидя в грузовике. Но когда насилие начинает сочиться из Артура Флека, оно воспринимается настолько реальным, что невозможно не напрягаться. Насилие Артура Флека является жестоким, и оно лишено колливудского блеска крупнобюджетных боевиков. Оно не стилизовано, и это потрясает. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики, которые вам понравятся, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!